Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Дважды призер Олимпийских игр и кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством, как в Барнауле, встречали Сергея Каменского. Лужи по колено, фонтан из-под земли. После мощного дождя Барнаул вновь тонет, как Титаник. Второй за Уралом и первый в мире по уникальности артефактов в Алтайском крае создают Палеопарк. Сегодня в Алтайский край вернулся двукратный призер летних Олимпийских игр в Токио Сергей Каменский. Бийский стрелок из пневматической винтовки с 10 метров пополнил копилку российской сборной серебряной и бронзовой медалями. Как встречали земляка Олимпийца на родине, которого Владимир Путин наградил сегодня Орденом за заслуги перед Отечеством, расскажет Дмитрий Дроздов. Семь часов утра у Барнаульского аэропорта толпа людей с флагами и плакатами. Все ждут московского рейса, на котором домой возвращается настоящий герой. Алтайский спортсмен, дважды призер международных летних игр в Токио Сергей Каменский. Есть медали, это самое главное, это результат. Для нас было очень важно, чтобы наши спортсмены поехали, и это получилось. И важно, что они возвращаются, возвращаются с результатами. Для молодого поколения это правильный пример. Приятно, что твоя медаль не только для семьи, твоя медаль она в принципе для всего Алтайского края. И сейчас пришли люди, которые переживают, если бы не болели за него и поддерживают. После красной дорожки и общения с министром спорта края Сергея ждала приличная очередь за фото и автографами. По его словам, 18 дней в Токио были тяжелыми. Кроме тренировки, гостиницы, сходить было некуда. Я чуть с ума не сошел, честно, потому что делать там особо нечего. В ближайшие полгода Сергея ждет отпуск. Его пообещали не трогать, чтобы полностью восстановиться. Спортсмен с семьей и родными отправится в отпуск в Горный Алтай. А после Нового года снова в бой. Тренировки и турниры. И новая цель. Это Олимпийские игры в Париже, которые пройдут в 2024 году. Как в Рио было. Я проиграл и стал вторым, а кто-то выиграл и стал третьим. Ну, ребята, а медаль-то второе место и третье, они как-то отличаются все-таки. И сегодня стало известно, что Сергея Каменского отметили на самом высоком уровне. Решением президента двухкратного призера летних Олимпийских игр Сергея Каменского наградили орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Поздравляем земляка и надеемся, он еще не раз прославит наш край и страну своими достижениями. Дмитрий Дроздов, Александр Лизратов. День с толком. После утренней встречи с болельщиками и пресса Олимпийский призер встретился с Виктором Томенко. Глава региона тепло поприветствовала соотечественника и обсудил с ним обновление спортивной инфраструктуры. После приветствия и обмена впечатлениями о прошедшей Олимпиаде Виктор Томенко затронул тему развития стрелкового клуба в Бийске, где в том числе тренируется Сергей Каменский. В 2020 году там отремонтировали залы и частично обновили спортивное оборудование. На эти цели из краевого бюджета пошло 12 миллионов рублей, отметил глава региона. А сейчас Виктор Томенко распорядился выделить 8 миллионов на приобретение и установку спортивного снаряжения. Разного вида комплексов, оружия и пулик. Тут нам надо подумать, я прочитал, что есть необходимо все-таки обновлять и оборудование. Все-таки это спорт такой высокотехнологичный, надо современно готовиться. Раз у нас есть такая школа, есть система подготовки, есть спортсмены, которые высочайших успехов достигают. Возле ФСБ бьет коммунальный фонтан, центр Барнаула ушел под воду, дождевые реки подходят к частным домам. Таковы последствия мощнейшего ливня сегодня днем. Впрочем, дожди льются на регион не первый день. В соцсетях очевидцы активно делятся кадрами непогоды. На кадрах видно, как ливневки в центре города не справляются. А на пересечении улиц Ядренцево-Молодежная топят дворы и частные дома. Жители даже были вынуждены вставать на пути автомобилей. Из-за движения машин вода еще сильнее подходила к домам. Бедная женщина бегает на всех и ругается, просит, умоляет, чтобы все развернулись. Все равно находятся деятели, которые проезжают. К слову, это уже второй серьезный ливень за неделю. Буквально вчера дожди затопили дорогу в спальном районе города. Традиционно на улице Попова. Ливневка не справилась с рекой. За три года жители Алтайского края стали в два раза чаще попадаться на уловки кибермошенников. И это уже не просто примитивные разводы, а-ля «Ваш сын попал в беду? Перечислите деньги». Все чаще жертвами телефонных и интернет-преступников становятся молодые грамотные люди. Почему так важно обращаться в полицию сразу же после того, как вас развели мошенники, расскажет Ирина Корчагина. Передаю ей слово. Надеюсь, что среди наших зрителей большинство понимает, что называть кому-то СМС-код, делать покупки на подозрительных сайтах – мероприятие сомнительное. С каждым годом число киберпреступлений растет в геометрической прогрессии. Если в 2018 году от них пострадали 4 с лишним тысячи жителей Алтайского края, то уже в 2020 – более 10 тысяч. В этом более 5 тысяч человек, но это данные только за первые полгода. Пандемийный 2020 год стал периодом большой активности в сфере информационных технологий – покупки, доставка, сделки, кредит, не выходя из дома. Кстати, практически все интернет-ресурсы для совершения преступлений зарегистрированы в других государствах, либо же скрывают свое местонахождение. Буквально два дня назад в отдел полиции по индустриальному району поступило заявление от девушки 1994 года рождения, которая потеряла 800 тысяч рублей. И здесь очень важно обратиться в полицию вовремя, а не через несколько дней. Есть еще возможность, по крайней мере, заблокировать нежелательную операцию. По статистике раскрывается небольшое количество преступлений, всего 5% от всех совершаемых преступлений. Потому что, когда люди понимают, что они обмануты, деньги уже переведены на счета людей, киви, кошельков. Потом, когда люди приходят уже осматривать эти счета, карты, они все на людей, которые по подставным данным. Дальше они закрыты, больше не работают. То есть мошенники это все предусматривают. У меня в руках схема мошенничества, совершенной над жителями Барнаула всего лишь за несколько дней. Например, женщине позвонил брокер, помог открыть киви-кошелек. Женщина перевела первые 12 тысяч рублей для начала работы с трейдером. Далее суммы постоянно увеличивались. В итоге потерпевшая внесла на счет мошенников более 2 миллионов рублей, при этом оформив кредиты в четырех банках. Много схем по принципу «на вас пытаются оформить кредит, срочно переведите свои деньги на этот счет». Вы банку нужны будете только в том случае, если вы задолжали банку, причем у вас просрочка по кредиту и так далее. Они будут с вас просить только вернуть долги. Все остальное, если с вас просится, то это явно не сотрудник банка, это явно мошенник. И еще раз, как бы банально это ни звучало, не переходите по сомнительным ссылкам, ни в коем случае никому не называйте смс-код. И помните, в случае чего всегда лучше положить трубку и самому перезвонить на горячую линию банка. Надеюсь, что среди наших зрителей большинство понимает, что называть кому-то смс-код, делать покупки на сомнительных сайтах – мероприятия сомнительные. За последние дни несколько жителей края насмерть отравились суррогатным алкоголем. Правоохранители возбудили уголовное дело. Однако жертв может стать больше. По сообщению Краевого Минздрава, с середины июля растет число тех, кто попадает в больницу с отравлением от паленого алкоголя. Пока статистика пугающая. Из 10 таких пациентов шестеро умерли. Но в МВД региона известно лишь о трех летальных случаях. Речь идет о жителях Усть-Калманского района и Барнаула. По источникам сайта Банкфакс, паленка содержит метанол – вещество для производства лаков и красок. Поэтому эффект на организм убийственный. Предположительно, суррогат в регион завезли из другого государства около месяца назад. Медики напоминают признаки отравления – тошнота, колл, головокружение, слабость. Если вы фиксируете у себя эти проявления, немедленно обратитесь к врачу. Предстоящие выборы должны быть прозрачными и легитимными. Такой посыл стал основой соглашения о взаимодействии, которое сегодня подписал председатель общественной палаты региона Юрий Шамков и секретарь Алтайского отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко. В документе отражено, что наблюдать за ходом выборной кампании и подсчетов голосов смогут представители гражданского общества. Несколько тысяч независимых наблюдателей. Сегодня наделена полномочиями организация наблюдения за выборами. Сегодня порядка около 4 тысяч наблюдателей проходит обучение. Создан штаб. Руководителем штаба является наш коллега Димаков Руслан Александрович. И в этом направлении проделывается очень большая работа. Мы берем взаимные обязательства и по организации избирательных участков, и по созданию условий работы наших наблюдателей, проведение совместных мероприятий, консультаций для этой работы, что даст возможность нашим избирательным действительно отдать свой голос, не сомневаясь в тех принципах, о которых мы говорили. В Барнауле продолжается масштабный ремонт теплосетей. Энергетики готовят город к зиме. В настоящий момент в центре краевой столицы специалисты СГК реконструируют сразу несколько километров сетей. Это позволит подключить и новых потребителей, и улучшить качество теплоснабжения. Подробности у Валентины Аскеровой. Центр города, улица Ядринцева, реконструкция тепломагистрали здесь стартовала месяц назад. Участок социально значимый, согревает 12 тысяч человек. Полная замена здесь назрела давно. Участок трубопровода длиной 800 метров служит почти 30 лет. Стоимость работ около 90 миллионов рублей. Трубопровод диаметром 300, мы укладываем трубопровод диаметром 500. Увеличение диаметра производится для того, чтобы 17 микрорайон имел в будущем нормальные параметры для теплоснабжения. И в том числе для того, чтобы мы могли свободно подключать новых потребителей, которые здесь, как вы видите, достаточно много и в перспективе еще будут строить. Еще один важный и нуждающийся в ремонте трубопровод реконструируют неподалеку от Ядринцева. Возле дома на Чкалово 89 сеть питает 2,5 тысячи человек. Кстати, некоторые барнаулицы сейчас жалуются на то, что работы на объектах доставляют неудобства, улицы перекопаны. Однако энергетики заверяют, что до холодов территориям вернут первоначальный вид. Светофорный объект здесь устанавливался, он будет восстановлен к социальному объекту. В свое время длительно мы бились в отношении обустройства здесь пандусов для того, чтобы была доступная среда. Я надеюсь, это будет учтено при восстановлении, то есть помимо ограждений. Два дня на этот участок, на этот объем недостаточно. Дайте хотя бы нормальные периоды. Да, это неудобно, да, мы перекрываем, да, в этой части мы извиняемся перед жителями, но хочется восстановить сразу, полноценно и качественно. Отремонтированные ранее по программе безопасные и качественные дороги участок будут благоустраивать в течение пяти дней. С 18 по 22 августа движение транспорта в эти дни будет ограничено. Валентина Аскирова, Александр Антропов, День с толком. В Алтайском крае не работает программа по раздельному сбору отходов. Такой вывод можно сделать, исходя из списка регионов-аутсайдеров, который составил Аминприроды России. Его руководитель Александр Козлов раскритиковал низкие показатели и призвал срочно исправить ситуацию в ряде субъектов, среди таковых и Алтайский край. Наш регион не вписывается в сроки, отведенные для реализации федерального проекта и указа президента. Дело в том, что к 2030 году мы должны сортировать 100% отходов и снизить объем полигонного захоронения в два раза. Однако планам грозит срыв. Добавим в числе регионов-аутсайдеров помимо нашего края Ставропольский, а также Калининградская, Новгородская, Орловская и другие области. В Алтайском крае в скором времени появится Палеопарк. Это экотропы и уникальный музей, включающий археологические находки возрастом в 300 тысяч лет. Таких мест естественной истории в мире не больше десятка. Но по эксклюзивности артефактов, уверены ученые, наш превзойдет все другие. О последних находках археологов и работе над созданием Палеопарка на территории Денисовой пещеры расскажет Анара Шагирова. Вот так, крупица за крупицей, археологи в Денисовой пещере собирают то, что здесь копилось сотни тысяч лет. Три хрупкие девушки в непростых условиях вот уже третий месяц буквально воссоздают историю. Правда, самую тяжелую работу помогают выполнять мужчины. Здесь плюс семь вот сейчас, на нашем уровне. Трудности связаны, наверное, с тем, что три месяца в замкнутом пространстве, в маленьком коллективе, далеко от семьи, конечно, скучаем по дому. Но любимая работа позволяет справляться с такими трудностями. Что для обывателя просто песок, то археологу целый клад для изучения. Сначала его нужно доставить к реке и промыть, затем тщательно очистить, а уже после материал попадет в руки палеонтологов. И здесь начинается самое интересное. Мельчайшие частицы нередко оказываются сенсационными находками. Возраст данных находок определяется примерно 40-45-35 тысяч лет в таком диапазоне. Допустим, вот интересный предмет, можно сказать, что это очень резкая находка этого сезона, этого года. Это крупный фрагмент кольца из мрамора, который был изготовлен, целиком выточен из-за небольшой мраморной гальки из берегов реки Аной ближайшей. Его сверлили, растачивали, шлифовали. Это кольцо, по мнению ученых, принадлежит самому Денисовцу. Отсюда следует, что уже 40 тысяч лет назад первобытный человек думал не только про питание, но и о красоте. Умея обращаться с камнем, создавал украшения. Сейчас мы твердо знаем, что денисовцы обитали в пещере с самого начала функционирования этой пещеры как археологического объекта. И на протяжении как минимум 250 тысяч лет они обитали здесь в пещере. Это была не привнесенная культура, а культура, которая сформировалась на местной основе. Это очень важно. У нас это была не периферия древнего первобытного мира Сибири-Алтай, а это был один из центров. Среди найденных вещей не только украшения, но и орудия труда. Причем как денисовца, так и неандертальца, который долгое время жил с ним в одной пещере. Археологи нашли даже фрагменты тела их совместного ребенка. Эти и другие находки позволяют создать здесь не только музей, но и целый палеопарк. Для этого был создан общественный фонд Денисова пещера. Его попечителями стали алтайские чиновники, бизнесмены и ученые. На прилегающей территории к Денисовой пещере предполагается обустройство. Оно планируется в связи с тем, что здесь необходимо создать удобные, комфортабленные места для парковки автомобилей. Экотропу, малые формы архитектуры, которые будут характеризовать артефакты, найденные в Денисовой пещере. А чтобы облегчить долгую дорогу туристам до Денисовой пещеры, фонд задумался о строительстве новой трассы, которая свяжет несколько туристических центров. Биск, Белокуриху, Солонешное, Денисову пещеру, Устькан, Коксу и Белуху. Можно также выйти на Кошагач, на Чиндек. И, конечно, Белуха здесь будет привлечением самого большого потока. Он есть. Здесь поток, дорога на Белуху здесь несколько короче. Она требует, конечно, ремонта. Поэтому, привлекая сюда туристов, создавая здесь фонд, газету и вкладывая определенные денежные средства, мы рассчитываем на то, что здесь будет, как мы говорим, Чуйский тракт-2. Проект благоустройства фонд намерен подготовить к концу этого года. А вот на само строительство палеопарка, по прогнозам, уйдет около пяти лет. Анна Рашигирова, Александр Лизратов. День с толком. В Барнауле приступили к переоборудованию кинотеатра «Родина» под Планетарий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. На реконструкцию выделили 13 миллионов рублей с краевого бюджета. Завершить работу планируют к концу сентября. Известно, что в родине установят инновационный купол. Он позволит проецировать фильмы с высоким разрешением и аудиооборудование с объемным звуком. А вот само здание останется прежним. Меня здесь ничего не будут. А территорию бывшего кинотеатра благоустроят. Обновленный Планетарий, обещает в администрации, начнет работу уже этой зимой. И в завершении выпуска о зрелищном событии, которое случится предстоящей ночью. Жители всего северного полушария, в том числе Алтайского края, смогут невооруженным глазом наблюдать ярчайший звездопад года. По-другому это явление еще называют звездопадом Персеиды. Получится ли лицезреть явление жителям нашего региона, пока точно не ясно. По прогнозу ожидается переменная облачность. Добавим, один из самых крупных и быстрых метеорных потоков в году всегда проходит в последний месяц лета. Звездопад Персеиды, единственное, что его основное отличие от других звездопадов сегодняшней ночи, это максимум до 100-110 метеоров в час, это примерно 2 в минуту. Белый цвет, небольшая продолжительность. То есть, по сравнению с другими звездопадами, скорость у метеоров Персеид достаточно большая – 52 км в секунду. Звездопад продлится почти две недели. В это же время, а также весь сентябрь, на ночном небе с юга можно наблюдать еще одно яркое природное явление – противостояние Солнца с планетами-гигантами Сатурном и Юпитером. Самый выразительный момент планетарного конфликта можно увидеть, начиная с 15 августа. А на этом у меня все. Телефон ошей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!